Сегодня все буквально помешаны на чистоте. Моющие средства, антибактериальные составы, стиральные порошки и всякого рода дезинфектанты. Все это мы используем повседневно и в гигантских количествах. Чем вам невыгодный бизнес? Наш следующий герой вместе со своими партнерами поняли это давно. И одни из первых решили заняться этим бизнесом. Сегодня их компания лидер на молдавском рынке в этом сегменте. Петр Китряну, совладелица и коммерческий директор компании, специализирующейся на продаже чистящих и моющих средств. Встречайте. Петр Васильевич Китряну родился в России в 1961 году. В 80-м он окончил Кишиневский техникум по специальности электромеханик. После техникума он поступил в Ленинградский институт, окончив его в 88-м году по специальности киноинженер. По приезду в Кишинев Китряну устроился звукооператором на молдавскую киностудию. После распада Советского Союза Петр Китряну вместе со своими партнерами создает индивидуальное предприятие по продаже импортных товаров. И уже в 1998-м благодаря Петру и его партнерам в Кишиневе рождается сеть магазинов «Золушка». Петр Китряну женат, у него трое детей. Сеть магазинов, специализирующихся на продаже чистящих и моющих средств, известна каждой домохозяйке в столице и даже за ее пределами. Кажется, что эти магазины существовали на молдавском рынке всегда. История создания сети корнями уходит в 90-е годы, как и большинство крупных бизнес-проектов в стране. В эпоху 90-х, начало 90-х годов, куда хлынул весь бизнес? Не в производство ведь, не в сельское хозяйство, а хлынул весь в торговлю. И так как я вообще работал на киностудии, мой друг закончил юридический факультет госуниверситета, третий мой друг работал на хлебокомбинате. И, собственно говоря, альтернатив особых не было. Поэтому, конечно, избрали самый легкий путь. Это путь торговли, который начинался с традиционного челночества. Стамбул, Кишинев. Бухгалтерия для нас это был темный лес. Были грузбухи, какие-то журналы, куда что-то все записывалось. Начиналось это все с индивидуальных предприятий. Бухгалтерия была достаточно простая. Она была такая очень темно-серая, если не сказать черная. Спрос был, конечно, сумасшедший. Поэтому только успевали ездить туда-обратно. Жили, ночевали в этих автобусах неделями, месяцами. Так что все это было, конечно, на колесах, на ногах. Со временем партнеры поняли, что постоянно ездить за товаром за границу нерентабельно и утомительно. И решили перейти на более цивилизованный формат бизнеса. Открыли сеть магазинов в режиме нон-стоп. Предложение на рынке было новым и востребованным. Но и этот формат спустя три года себя изжил, рассказывает Петр. Тогда, буквально случайно, в какой-то беседе, в какой-то компании мы познакомились с людьми, которые занимались моющими средствами. Прощупали эту почву. С помощью наших друзей приобщились к оптовым поставкам определенных предприятий, дистрибьюторов и производителей. И уже переформатировали наши нон-стопы в магазины по продаже чистящих, моющих средств, гигиены и сопутствующего товара. Постепенно пришло понимание, что нужно культивировать, выдумать, сформировать свою торговую марку. Вот так родилась «Золушка». Несмотря на то, что рынок нуждался в подобного рода товарах и продажи росли с каждым днем, с трудностями пришлось столкнуться немалыми. Сложности были только внутри себя. То есть все делалось на личностных качествах. То есть ворота были открыты, границы открыты, таможни открыты, вези не хочу. То есть трудолюбие и, скажем так, собственные ошибки. Вот все сложности. То есть какие ошибки? Ошибки – это быстренько потратить заработанные деньги, что-то себе купить. Вторые ошибки – это, конечно, мы же абсолютно не понимали законов торговли, законов бизнеса, законов конъюнктуры, законов сохранения оборотных средств. Оказалось, не так все просто. То есть в какой-то момент мы оказались чуть ли не на нуле, и приходилось подниматься заново. Опыт и знания пришли позднее. На сегодняшний день в Кишневе работают 55 магазинов, в которых задействованы более 220 работников. Среди торговых объектов существует два формата. Небольшие киоски – средней площадью в 12 квадратных метров, и маркеты – торговой площадью около 200 квадратных метров. В магазинах небольшого размера предложены лишь топовые товары. В больших торговых точках, кроме таковых, есть и сопутствующие – вторичные товары. Представлены также и дорогие бренды. В любом случае существует такое понятие, как закон Паретта, что 20% товара приносит 80% прибыли. Мы все это знаем. Поэтому в ассортиментной линейке, как ни крути, ни верти, но все равно в любом магазине, в любом формате обозначатся те 20% товара, которые делают 80% прибыли. И никуда не уйдешь от остальных 80% товара. У нас есть экономист на фирме, аналитик, который отслеживает, смотрит тренды, продажи, объемы. И так как существует понятие полка, эффективность полки, рентабельность полки, она нам дает такие аналитические справки и информацию, что тот или иной товар залежался, засиделся, застоялся, полка не работает, значит, значит, с ним что-то надо делать. В таких случаях мы разговариваем с нашими партнерами, с нашими производителями или поставщиками. И либо мы этот товар продвигаем как-то, мы придумываем какие-то оферты на него, специальные акции, да, и двигаем его в торговлю, выставляем его на первые какие-то полосы. Либо мы от него просто избавляемся, возвращаем. Избавляться от товара тоже нужно уметь. Если у него заканчивается срок годности, для него, естественно, придумывают отличную акцию. В итоге и покупатель доволен, и продавец не теряет, по крайней мере, заложенную в товар сумму. Если говорить о ценах в целом, они вполне конкурентоспособны. Цены формируются, конечно, исходя из, опять-таки, реалий рыночных. То есть нельзя сказать, что у нас существует какая-то стабильная торговая надбавка. Нет, есть товары такого социального характера, социальная категория, которые мы вообще продаем на 5-7% торговой надбавки. Есть другие товары, которые, скажем, мы можем себе позволить большую надбавку сделать. Ну, от и до, если говорить. Ну, если говорить от и до, то это где-то, скажем так, от 5 до 25%. Вот такая вилка, да, да, то есть не больше. У нас нет 2-х цен, 3-х цен. Конкуренция – дело очень хорошее. Я считаю, что в конкуренции больше пользы даже, чем вреда. Потому что заставляет изобретать, заставляет думать, заставляет двигаться вперед, заставляет открывать новые магазины, заставляет инвестировать прибыль в развитие, в расширение, в персонал, в компьютеризацию, в всевозможные программные обеспечения, в транспорт. То есть стараешься всегда быть на шаг впереди своих конкурентов. И несмотря на то, что последние 3-4 года конкуренция в нашем сегменте очень сильно развилась, мы продолжаем удерживать, я считаю, ну не только я считаю, это и, скажем, отзывы наших партнеров и производителей, наших поставщиков, до сих пор, пока наша сеть является лидером в этом сегменте. Лидерами были, лидерами и остаются. Уже более 20 лет Петр развивает бизнес совместно со своими партнерами. У каждого свой участок, за который он несет ответственность. Мой компаньон, один из моих компаньонов, он занимается бухгалтерией, финансовыми потоками, контролем работы офиса, координацией внутренних служб. Второй мой компаньон, он занимается административно-хозяйственными делами. Это, скажем так, авторизации, документы, места, общение с властями и прочими органами. А я, как коммерческий директор, занимаюсь непосредственно продажами, торговлей, бизнесом. Скажем так, у меня добывающая отрасль. Что нас спасает все эти годы, это то, что нас трое. Я вообще, как совет, как формула успеха, мог бы порекомендовать другим это работать и иметь нечетное количество компаньонов. То есть, либо один, тут вообще вопросов нет, трое, пятеро, семеро. Потому что такие вопросы всегда ставятся на голосование. Учитывая результаты совместной работы у Петра и его компаньонов, есть чему поучиться. Начиная с 2011-го, три года подряд их компания была признана одной из лучших торговых марок года. А в прошлом году по объемам налоговых поступлений от коммерческих предприятий компания была объявлена крупнейшим налогоплательщиком. В итоге государству налоги, народу товар по доступной цене. И о себе владельцы тоже не забывают. Если так грубо посчитать, я скажу, что мы работаем на чистую прибыль в районе 3-5% максимум. То есть, все остальное уходит на какие-то издержки и накладные расходы. Это и зарплаты, это и бензин, это и аренды, это и какие-то текущие расходы, это и открытие новых точек, это и их реструктуризация, переоборудование. То есть, постоянно появляются какие-то расходы плановые и внеплановые. Молдавская среда, я бы сказал, достаточно непривлекательна на сегодняшний день. Большая цена на издержки, которые сопровождают бизнес, это и налоги, это и энергоносители, я имею в виду газ, электричество. Это огромная аренда, которая сейчас у нас в городе какая-то сумасшедшая, неадекватная порой, с одной стороны. С другой стороны, покупательская способность маленькая, экономическое положение оставляет желать лучшего. Денежные, финансовые возможности, население сложное очень. В последнее время еще и прибавился рост инфляции такой бурный, за этот год просто сумасшедший. Качество, характеризующее успешного бизнесмена? Трудолюбие и желание узнавать что-то новое в своем сегменте. То есть, желание учиться. Вы азартный человек? Ну, в общем-то, считаю, больше да, чем нет. С легкостью идете на риски? В нашем деле без рисков нельзя, так что приходится рисковать. Самая крупная сумма денег, которую вы потеряли? Когда-то в свое время одолжили человеку 20 тысяч евро и нет ни человека, ни денег. Быстро принимаете решения? Стараюсь их принимать быстро, но в то же время достаточно взвешенно и трезво, так сказать, проанализировав все за и против. Поэтому в этом деле спешка, она чревата. Есть неосуществленная мечта? Осталась в юности, когда я работал на киностудии и прекрасно себя чувствовал. И думал, что я всю жизнь там проработаю. В нашей стране бизнес всегда связан с политикой? Отнюдь. Отнюдь. Я не считаю, что бизнес должен быть связан с политикой. На каком-то уровне люди начинают лезть в политику, думая, что она им принесет дополнительные дивиденды в их бизнесе. Но это как с огнем играться. Чему отдаете предпочтение? Современным технологиям, компьютеры, гаджеты или проверенные годами блокноты и записные книжки? Времена этих огромных грузбухов, записок, ручек, калькуляторов уже канули в лет. Поэтому все-таки новые технологии, конечно, доминируют. Успешный бизнес с нуля – это миф или реальность? Нет, это реальность. Любимая литература? Сейчас я больше предпочитаю книги из такого жанра философского реализма. Есть кумир, если да, то кто он? Единственное, может быть, для меня определенным кумиром в определенной степени является Николай Караченцев, который в свое время сказал такие очень важные для меня слова. Он сказал, что мужчина не имеет права на слово «устал». Мужчина может один раз в жизни сказать «я устал» сказать и умереть. Если не Молдова, то какая другая страна? В нашем сегменте еще рынок не освоен, поэтому нам здесь еще работать и работать. Непочатый край. Есть ли новая специальность? Есть ли новая специальность? Вернусь в кино любыми способами. Ваша жизненная кредо? Не останавливаться перед трудностями, наверное. Потому что я считаю, что нерешаемых проблем нет. Другими словами, не бывает заборов без дырок. Если ты не смог перелезть или пробиться через забор, то это не значит, что в нем нет дырки. Это значит, что просто ты ее не нашел. Ну и в заключении совет начинающим или планирующим бизнесменам. У большинства населения, у большинства людей будущее становится прошлым, даже не побывав настоящим. Многие, как говорится, думкой богатеют, сидят и мечтают. Мой совет – действовать. Мой совет – действовать. Но что касается бизнесменов и предпринимателей, то если в двух словах совет – это надо пахать и читать. То есть надо работать и учиться. Если человек не читает хотя бы одну книгу в два месяца по своему профилю, по своей специальности, то этот человек далеко не пойдет, он будет топтаться на месте долго, и бизнес будет его вялотекущий, что называется, на прокорм.